Привет, друзья! Это канал Алга Петербург. Для вас без прибоя работают Саша Карельский и Ваня Червинский. Друзья, всем большой салем! Мы сегодня с вами будем читать новости под аккомпанемент питерских фонтанов. Да, позади нас самые шикарные декорации, город Санкт-Петербург. Наслаждайтесь! А мы приступаем к новостям. У меня новость про космос. Я обожаю общий космос. И обожаю новости от российского космонавта Ивана Вагнера, который снова на борту МКС снял объекты. Раньше он их не просто снял, а еще и сказал, что они неопознанные. Но в этот раз он сказал, что это же спутники. Он снял спутники? Да, он снял спутники, а в прошлый раз он снял спутники и заявил, что это НЛО. Столько шума было, ты не представляешь. Получается, что людям, которые находятся в космосе, разрешено пользоваться смартфонами. И самое главное... Я знаю, что у них там есть камеры. И они оттуда наблюдают за Землей. Ну, приятная новость в том, что даже если, Вань, все-таки нам удастся переместиться на Марс, либо на Венеру, ты рассказывал, что там уже тоже обнаружили жизнь, гаджеты будут работать, несмотря ни на что. Можно будет зайти в Инстаграм и подписаться на Алга Петербурга. Да, проблем с этим точно не будет. А у меня вот такая новость, Вань. От информационного портала Tengri News. Казахстанских певцов обяжутся сообщать о фонограмме на концертах. В народе недаром говорят, что за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями. То есть сейчас серьезно обсуждается проект о том, что если вдруг ты, исполнитель, певец, собираешься петь под фонограмму, то ты обязан предупредить об этом организаторов, и из этого будет исходить твой гонорар. Я переживаю за... Я очень всегда переживаю за артистов, которые выступают на нашей эстраде российской. И я боюсь как бы вот этот закон, который, скорее всего, примут в Казахстане, потому что у них есть Димаш, у них есть Данелия, которые могут прекрасно петь, Ержан Максим. И я переживаю вот за наших. У нас я кроме Полины Гагариной и Дианы Анкудиновой, мне никто не приходит на ум. Вань, а я беспокоюсь, что они не будут знать об этом законе вновь принятом. Приедут как бы по старинке, и тут оп, вот такая ситуация. Гонорар ксерокопиями получится. Вот за это я очень переживаю. У меня еще одна интересная очень новость про высокие технологии и про то, как они влияют на наш мир. Обезьяна украла айфон и устроила фотосессию. Жители Малайзии украли айфон. Он выявил вора, однако не сможет наказать его, потому что... Он живет высоко. Дело в том, что 20-летний студент-программист Закридз Родзи из малайзийского города Бату-Пахат столкнулся с необычной ситуацией. У него из дома украли смартфон. Похититель действовал себя так грамотно, что не оставил после себя никаких следов. Я проснулся и заметил, что смартфона нет на месте. Странным показалось, что от него по-прежнему остался чехол. Дверь дома была закрыта, никаких признаков нет. И самое удивительное, телефон оставался включенным. Но на мои звонки никто не отвечал. Рассказал на своей странице Facebook потерпевший. Тогда будущий программист попробовал распознать местоположение смартфона. Геолокации тоже оказалось безрезультатно. И парень отправился по интуиции с отцом в джунгле. Звоня на свой номер, он услышал знакомую мелодию под пальмой, где я обнаружил потерянное устройство. Айфон был мокрый, грязный, однако без поломок и царапин. Студент был рад, что смартфон работает. И был еще также рад обнаружить фотографии, в том числе и селфи-обезьяны. Обалдеть! Вань, ну что-то мне подсказывает, что обезьянка была дрессированная. А мне кажется, что обезьянка просто вспомнила про то, что мы говорили, друзья, что чем больше будет людей, которые откроют свой канал, будут рассказывать о своей жизни, будут рассказывать о месте, где они живут. А в дальнейшем, возможно, и о творчестве Димаша, то я думаю, что эта обезьянка взяла хороший старт. И это подтверждает теорию эволюции, Вань. Как тебе такой поворот? Тогда получается наоборот. Почему? Обезьянка слезла с джунглей, взяла смартфон и зашла в интернет. И сразу сделала селфи. И сделала селфи. А мне кажется, это свидетельствует о том, что, наоборот, вот я недавно видел новость, что смартфон делает людей глупее. Ой, не будем о грустном. В субботу, 19 сентября, телеканал «Казахстан» начал трансляцию шоу «Егис Лебис». Оно будет идти в прямом эфире. Это вокальное шоу, на котором участвуют пары. Одной из пар конкурсантов будет несравненная и очаровательная мама Димаша, Светлана Ермековна Айтбаева и наш знакомый, Вань, уважаемый Асхат Маймиров. Саша, вообще, это была моя новость. Но я очень рад, что вот уважаемый Асхат Максимович и Светлана Ермековна смогут выступить, потому что это очень талантливые люди. Я уверен, что будет интересно понаблюдать. А знаешь, в чем еще примечательна эта новость? Что вот эта замечательная пара уже соблюдает непринятый закон. Потому что шоу идет в онлайн-режиме, и там нужно петь только вживую. Ну, отлично. Это отлично. И раз ты забрал мою новость, и я тебя, знаешь, тогда у меня была запасная, я, в принципе, привык к тому, что, Саша, мои новости забирайте. Я тоже не впервой. В общем, отношения твоего друга, дедушки Брэда Питта и Дженнифер Энистон заиграли новыми красками. Ты помнишь? Дженнифер Энистон? Это же его первая, вообще, одна из первых. Ты помнишь, что он сейчас с молодой... Ушел от Анджелины Джоли, начал возить на остров молодую девушку из Италии. А теперь вот так получилось, что они поучаствовали в онлайн-чтении сценария одного из их фильмов, в котором они играли очень давно. Там, кстати, было очень много крутых актеров, очень много звезд. И там у них была постельная сцена, которую они прочитали. И это оживило их старые забытые чувства. В общем, бедная Анджелина Джоли. Да, что ей приходится пережить, я даже боюсь представить. Но у меня новость, Вань, про Димаша. Димаш порадовал своим Instagram публикацией о том, что работа над новым казахским альбомом продолжается. И вот удалось даже всем, кто внимательно следит за инстаграмом артиста, посмотреть о том, что Димаш выложил пост. Я записываю Дамбру для своего нового альбома. Спасибо моему другу Абылаю за профессионализм. И небольшой фрагмент. А мы вот его сейчас послушаем, да, с друзьями? С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok